Бывают десятилетия, когда ничего не происходит. И бывают дни, когда происходят десятилетия. Мы живем именно в такие времена. И бывает тяжело выбрать, на чьей ты стороне. А теперь еще и правые разделились. Есть некая сторона Бена Шапира и есть сторона Такера. Бен Шапира и Такера воюют, и по этой теме и произошло разделение правых. И мы рассмотрим это. Мы это обсудим. Член Конгресса, Майкл Макфол, который мистер безопасность государства, говорит, что это гигантский провал разведки. Масштабов 11 сентября. 11 сентября было гигантским провалом разведки, что только порождает новые вопросы. Вот, послушайте. Как мы услышали от администрации, имел место провал разведки. И мы не особо понимаем, как мы это пропустили, и не понимаем, как это пропустил Израиль. Мы знаем, что за три дня до Египет предупредил Израиль, что что-то подобное может произойти. Мы знаем, что это все было спланировано, возможно, еще год назад. Другая проблема. Итак, Египет предупреждал Израиль об этом. Израиль не предпринял никаких действий. Что происходит? Мне это напоминает 11 сентября. Отовсюду сыплются предупреждения, но никто ничего не делает. И это все заставляет тебя спросить, почему? Почему разведка так провалилась? Куибона. Правильно? Типа, почему? Все эти провалы разведки, почему? Как? В такие моменты очень важно задавать себе такие вопросы. И также невероятно важно понимать, какие глобальные силы в этом участвуют. Так как мы видим, как туда уже направляются авианосцы США. Наш министр обороны уже в Израиле. Ну то есть, понимаете, не является ли все это способом опять нас заманить в очередную войну на Ближнем Востоке? Через что, конечно же, империи и уничтожаются. Уничтожение всех великих империй, Греции, Рима, всегда происходило из-за влезания в чужие войны. И это мое стойкое убеждение. Сейчас по сети гуляет ролик, в котором Бен Шапира высказывается по поводу Такера Карлсона, а Такер по поводу Бена Шапира. И я хочу, чтобы вы его посмотрели, потому что то, что происходит сейчас, это то, что наше движение раскалывается на две половины. Что весьма удобно для людей, желающих управлять нашей страной. Это очень удобно, потому что еще мгновение назад, прямо перед нашей небольшой семейной ссорой, мы все вместе были против финансирования Украины. Был этот невероятный момент единения, когда мы все такие, какого черта делают все эти люди? Ребята, мир! Вы проиграли! Вам надо двигаться дальше! И все были на одной... Была некая, пусть очень хрупкая, коалиция, объединяющая всех. Нам всем надоели ваши глобалистские войны, они нас обанкротят. Хватит, так империи и погибают. А потом... Опа! Опять все по новой! А потом они попытаются отправить туда американские войска. Попомните мои слова, так и будет. Они попытаются отправить туда американские войска. Они хотят, чтобы там были американцы. Итак, там уже убили американцев. Что, конечно же, ужасно. Но является ли это объявлением войны? Что ж, я оставлю поиски ответа на это философам. Должны ли теперь американцы отправлять туда пехоту? Ну, то есть, если произошла ужасная трагедия, были убиты американцы, нужно ли объявлять войну? Что еще важнее, а что будет дальше на нашей территории? Наши границы широко раскрыты, к нам проникают тысячи людей, числящихся в списках террористов. Их не задерживают. Что тут будет через год? Держите ухо в астро. Пожалуйста. Держите глаза раскрытыми. Они так пытаются... Я всего лишь задаю вопросы, мы просто пытаемся понять. Таким способом они хотят убрать с поста Джо Байдена? Весьма любопытная теория. Может, они хотят сместить Джо Байдена путем... Например, если произойдет атака... Только представьте себе, вот открытая граница, что само по себе катастрофа, а потом, вдруг, происходит атака, связанная с тем, что граница раскрыта. Такое не пережить. Джо Байдену придется уйти в отставку. Джо Байдену придется уйти в отставку. По-другому никак. Вообще никак. Это будет... Это станет концом. Не вся эта история с Хантером, не эта история с ноутбуком, которая сама по себе серьезно, за это уже нужно было объявлять ему импичмент. Но, народ, если что-то такое случится здесь из-за открытой границы, а оно по-любому случится, то политику невозможно будет за это оправдаться. Ему точно конец. Ему придется уйти после такого. После такого нельзя будет не уйти. Дамы и господа, мы живем в опасные времена. Мы живем в опасные времена. Итак, у нас тут война между Беном Шапиро и Такером Карлсоном. И также война между Вивеком Рамасвами и Шоном Хеннити. Я хочу показать вам позицию обеих сторон, и, конечно же, я хочу объяснить вам мою позицию, как человека, у которого есть и дочка, и сын, у которого есть маленькие дети. Ребят, я против того, чтобы посылать наших детей на чужие войны. Точка. Абзац. Красная... Красная черта. Окей? Мы не должны были идти в Ирак, не должны были идти в Афганистан. Так что я собираюсь быть интеллектуально последовательным в этом вопросе. Я против. Я полностью за вторую речь, за речь Джорджа Вашингтона. После его ухода с поста, его прощальную речь, где он сказал, что самое важное для нашей страны — это не участие в чужих войнах и не пролитие нашей крови за чужие страны. Нет. Так погибают империи. И он был абсолютно прав, когда он говорил эти слова 250 лет назад. Итак, дамы и господа, вы свидетели раскола нашего движения. На одной стороне Бен Шапира, на другой — Такер Карлсон. Позиция Такера заключается в том, что давайте подумаем о своей стране. Такер указал на то, что политики потратили столько времени, говоря об Украине, говоря об Израиле, но не уделили и минуты своего времени на обсуждение войны, которая идет в нашей стране. Как минимум 100 тысяч американцев гибнет в год от отравления и передозировки фентанола, который производится в Китае, попадает к нам через открытую мексиканскую границу. Это уничтожает нас. Где же разговоры об этом? Где концентрация внимания на этой войне? Разве эта тема не менее важна? Итак, вот точки зрения Такера и Бена. И, конечно же, я к ним присоединяюсь. Я тоже человек, но... Уровень эмоций среди республиканских кандидатов в президенты настолько силен, один даже начал орать в мегафон. Окей, я все понимаю. Но никто даже не думает делать этого из-за 100 тысяч американцев, убиваемых ежегодно, а их, по сути, именно убивают. Кому ты обращаешься? Ведь люди так же постоянно кричат в мегафон про передозировки наркотиками и про открытую границу. Постоянно кричат. О чем он вообще? Он пытается минимизировать произошедшее в Израиле. Он не пытается максимизировать то, что происходит в Соединенных Штатах. Он пытается минимизировать. Типа Америка не может идти и жевать жвачку. Все эти разговоры про мораль, это же абсурд. Это две совершенно разные вещи. Это не одно и то же. Это не одно и то же, когда наркоторговцы перевозят наркотики через границу, а потом кто-то колет их в вену и умирает от передозировки. Это не то же самое, я вас уверяю. Это не то же самое, как когда террорист врывается в ваш дом, убивает ваших детей в их кроватях и уводит вашу жену в газу, чтобы потом изнасиловать. Это не то же самое. Говорить, что это то же самое, это моральная слепота, это идиотизм, это абсолютная моральная тупость. Конечно же, мы должны думать и про фентанол, конечно же, мы должны закрыть наши границы. Разве я не говорил об этом? Конечно же, когда мы говорим про эту тему, Америка должна закрыть свои границы. Я полностью на стороне Такера в этом, но я не понимаю, почему он не на моей стороне, когда дело идет про стирание Хамаса с лица земли. Что ж, довольно эмоционально. Но я считаю, что в споре между Такером и Беном есть один нюанс. Мне кажется, что в этом споре они немного недопонимают друг друга. Я считаю, что у Такера... Картина мира Такера, а я как кто-то, кто работал на Такера в онлайн-публикациях, так что я очень хорошо знаком с его мировоззрением. Я писал вместе с Такером, мы с ним друзья, я общался с ним, мы обменивались идеями, я очень хорошо понимаю, как он смотрит на мир. И я, конечно же, понимаю, что у Бена есть очень сильная и глубокая... Ну... Для него это все очень личное, когда нападают на Израиль, то для Бена это личное. Так что... Такер больше апеллирует к изоляционистскому республиканскому крылу ПАКС Американо, когда говорит, а почему мы так одержимы мировыми проблемами, когда у нас у самих такие проблемы. И никто почему-то не озабочен проблемами здесь, у нас. Но все одержимы украинской границей, не нашей. И это справедливое возмущение. Это правильное и честное возмущение. И оно никак не уводит внимание от того факта, что варвары перешли границу и начали убивать. У нас самих это каждый день происходит. Ну, то есть... Мы можем хотя бы согласиться, что в Америке это происходит каждый день. Сколько людей были убиты преступниками-нелегалами? Да даже здесь, во Флориде. Вот, во Флориде, прямо через дорогу. Преступник-нелегал, перед которым Джо Байден расстелил в нашу страну красную дорожку, убил женщину и ее ребенка, пьяный в ноль, проехал на красный свет и... Убил ребенка, убил американского ребенка. Разве это не терроризм? Разве это не горе? А что, если вы отец этого ребенка? По-моему, мать тоже была в машине, я не уверен, была ли она убита или нет, но ребенок был. Разве это не терроризм? Разве этот ребенок не мертв? Из-за нарушения нашей границы. И где же истерика по этому поводу? Где деньги? Где политическая воля потратить наши деньги на укрепление нашей границы? Это же явно тоже акт агрессии. Нет? На прошлой неделе мы показали вам, как толпа пробравшихся в нашу страну венесуэльцев установила на американской земле флаг Венесуэлы. Зачем они это сделали? В этой ситуации вы уже не мигранты, вы завоеватели, вы захватчики. Вы говорите, вы заявляете о захвате этой земли. Вы ни от чего не бежите, вы не спасаетесь. И люди, ответственные за эту политику, имеют весьма зловещие планы. И у них также есть и свои подпевалы в корпоративных СМИ. Один из них Шон Хэннити. Шон Хэннити вчера опозорился во время спора с Вивеком Рамасвами. Где он сказал, что Вивек недостаточно квалифицирован для поста президента, так как он не имеет опыта работы на государство или на гособорон подрядчиков. О, дружище! Вы прямо можете услышать, как идет трещина по фундаменту этого старого консервативного уклада. Шон Хэннити — это одна из последних колонн, пытающихся удержать его от разрушения. Смотрите. Когда вы в первый раз проголосовали за республиканцев? Я голосовал за либертарианцев, а за республиканцев я впервые проголосовал в 20-м. Вы правы, я не партийный подпевалый. Я пришел извне. Я независимый, говорящий правду патриот. Как по мне, вы просто хотите перейти из частного сектора, где вы заработали много денег. И, кстати, я только за капитализм, я только за успешных людей. Но я искренне... Я рад, чтобы вы открыты об этом заявляли. Я не считаю, что люди, работающие на оборону нашей страны в оборонной индустрии, играют жизненно важную роль в сохранении наших свобод. Так что я вообще-то не называю их влияние порочным. Я не считаю их влияние порочным. Я вообще-то предпочитаю тех, у кого есть серьезный опыт в газоборонзаказах. Но у меня... Знаете, что мне понравилось в интервью с Таккером? В интервью с Таккером мне понравилось то, что мы могли вести вдумчивый разговор, искать истоки проблем, а не как здесь, где мне пытаться подловить на каждом слове. И людям стоит посмотреть мое интервью. Конечно, я буду этому только рад. Но вот в чем ваша проблема. Вы ходите по этим шоу, люди повторяют вам ваши же слова, а вы начинаете от них отказываться. И я говорю, что если вы собираетесь быть кандидатом к президенту и выкручиваться, вот вам ваши же слова. Вы сами, Шон, вы же сами годами говорили про фейк-ньюс. Вы опять выкручиваетесь. Девушка, это самому смешно. Сколько раз за последние годы вы сами насмехались над фейк-ньюс, а теперь вы сами купились на нарратив мейнстримных СМИ, хотя сами знаете, кто они такой. Прошу прощения, но я прямо цитирую ваши же слова. Разве я не процитировал ваши слова в точности? Про Азербайджан и Армению. Я в точности процитировал ваши слова или нет? Это были ваши слова. Да, конечно. Спасибо. Про Азербайджан, да, конечно. Но Азербайджан это отдельная тема про то, что людям нужно самим искать информацию вместо информации пропущенной через фейк-ньюс. Утверждение, что тот, кто работал в оборонной индустрии, не подходит на пост президента. Мне как раз кажется, что люди вроде вас, которые никогда не работали в госструктурах, что они не подходят на эту роль. А, люди, которые не работали на оборонную индустрию, не подходят на пост президента. Давайте я вам кое-что покажу. Вот список, вот список людей из индустрии гособоронподрядчиков, которые я хотел бы видеть президентом. Вот весь список. А вот Шон, президентский список людей, всю свою жизнь проработавших в госструктурах. У меня тут списки на все случаи, постоянно ношу с собой. Там столько разных фамилий. Хотите на самом деле поговорить о внутренней борьбе в республиканской партии? Знаете, почему Стив Скалис вышел из спикерской гонки? Потому что они проиграли. Они проиграли. А мы победили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова